Девочки, дорогие мои, любимые, всем привет, я думаю мы уже можем начинать, потихонечку народ собирается, мы с вами начнем, я надеюсь меня видно, слышно, спасибо, девочки, спасибо за обратную связь, пожалуйста, если у вас будут какие-то вопросы, прям пишите в чат, Малик, ты будешь чат, да, проверять, ты мне можешь напоминать про вопрос, какие у вас появятся, я хочу рассказать, что у нас сегодня будет интересный вебинар, это мой первый вебинар, так что каждый из вас, я, наверное, запомню на всю свою жизнь, для меня это будет очень ценный опыт, вот, я хочу поговорить про то, что мы сегодня с вами будем разговаривать, мы будем разговаривать, что происходит на энергетическом плане, что происходит на физичном плане, что происходит с нами, с нашей душой, с нашим телом, да, через какие процессы мы сейчас с вами проходим, сейчас как никогда важна ваша осознанность, сейчас как никогда важна ваша включенность в жизнь, из-за этого я очень захотела сделать этот вебинар, потому что что важность этого времени просто уникальная. И мы с вами в конце вебинара сделаем практику освобождения от страсти, освобождения от чувства тревоги, освобождения от вот этой всей ненужной грязи, которая происходит вокруг нас. То есть мы будем возвращать себя себе. Это очень-очень важный момент сейчас для нас. Также у нас будет сейчас план. Мы будем идти по плану. Я люблю, чтобы это было все у нас организовано максимально. Это было полезно. Я работаю на ментальном, эмоциональном и физическом уровне. Так что мы с вами будем прорабатываться на трех уровнях. У вас будет домашнее задание. Девочки, если можно, выберите себе место, где вы будете максимально одни, чтобы вам никто не мешал, особенно во время практики. Вам нужно будет уединиться, реально соединиться с собой, а для этого вам нужно будет пространство. Также, если у вас есть ручка-бумага рядом, будет это очень тоже полезно. Пожалуйста, приготовьтесь, кто еще не приготовил. И мы потихонечку начнем. Девочки, напишите мне, пожалуйста, просто два слова. Кто в каком состоянии. Мне кажется, сейчас мир разделился на две части. Те люди, которые просто хватаются за голову и говорят, боже, у людей паника, страх захватывает. И такое чувство, что я в запертии, я в скуке, мне плохо, я не могу жить такой жизнью. То есть быть в изоляции, я не знаю, что будет завтра. То есть есть вот это паническое чувство страха. А так есть люди, которые, ой, это так здорово. Я на самом деле так вдохновлена, excited. Да, это будет, сори, у меня будут некоторые английские слова прыгать. Я очень как бы вдохновлена этим временем. Я чувствую, идут какие-то колоссальные, огромные крупные изменения. То есть мир делится вот на две части сейчас. Скажите мне, пожалуйста, как вы себя сейчас чувствуете? Напишите, пожалуйста. Я в состоянии спокойствия. Напишите, девочки, пожалуйста, у кого какое состояние, да, вот просто по-честному, чтобы я могла вам максимально сегодня быть полезной. Я бы очень хотела понять, кто где находится сейчас в жизни. Есть какие-то тревоги, есть какие-то элитики, которые вам сейчас мешают. Напишите, это может быть эмоция страха, это может быть тревога, это может быть вот это чувство панических атак, да, есть у кого это происходит. Напишите, пожалуйста. Да, Маликось, давай почитаем. В состоянии спокойствия, полное спокойствие и принятие мне очень хорошо. Acceptance of present reality, calm mind, beautiful. Я наслаждаюсь. Ой, девочки, боже, какие вы у меня все крутые, осознанные. Девочки, не потому что меня все бесят, Екатерина. Все нормально. Где бы мы сейчас не были в жизни, это нормально. Это наш процесс. Вы понимаете? Я вам сейчас все-все объясню. Я чувствую, что появилось много времени для себя. Вот именно. Супер. Привет, Фатима. Рада тебя видеть. Я вас тоже рада, девочки, видеть. I'm excited and relaxed, absolutely happy to spend the time with myself. It's so true. У меня такое состояние творения. Вау. Были страхи, панические атаки, сейчас спокойствие. Супер. Все супер, наслаждаюсь моментом. Отдыхаю дома, в окружении семьи. Прекрасно. Умиротворенная. Никогда такого душевного... О, боже, как это здорово. Спокойствие и жду великолепных перемен. Все бесит. Расберемся. Мы это исправим. Состояние наблюдения, ожидания позитивных перемен. Спасибо, Ирина. Я окей. Не в панике. Но меня, конечно, состояние неопределенности пугает. Lockdown on work. Yeah. I understand. Мне все нравится. Я вдохнуваю, готова к переменам, которые обязательно наступят. Супер. Так. Enjoying this time, but exhausted at evenings. Понимаю абсолютно. Особенно у кого детки. Мамочки, я вас так понимаю. У меня ребенок с самого дома. И я в ожидании второго ребенка. И у меня как бы... И любимому надо приготовить. А за ребенком надо посмотреть. Еще себе любимое. И самое главное, нужно уделить время. Так. Мне нравится все, что сейчас происходит. Понимаю, как мне повезло с собой. И моей семьей, девочке. Вау. Я так скучаю по детям. И вот много времени с ними. Это вообще круто. Это крутое осознание. Вполне спокойно. На меня все бесит. Окей. Так у нас делится лагерь. На все бесит. И лагерь. Все круто. Окей. Спокойное наблюдение. У моей мамы много состояний тревоги. Как ей помочь? Я понимаю. Спокойно, но очень... Спокойно, но очень лениво. Понимаю. Хорошо. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Спасибо. Отлично. Девочки, вы продолжайте писать, а мы будем с вами разговаривать. Я вообще хочу объяснить, что я буду говорить о том, во что верю я. Я буду говорить о том, что работает для меня. Я буду говорить о том, какие практики, какие осознания помогают мне в этой жизни строить ту жизнь, о которой я мечтала. Проходить эти, может быть, не самые легкие моменты, эти катаклизмы. Даже эти, можно сказать, какие-то разрушения в этом мире со спокойствием, с доверием к Вселенной, к Богу, к себе. Я хочу этим с вами поделиться. Я хочу поделиться тем, что помогает сегодня мне. И я чувствую, насколько идет колоссальный сегодня рост и во мне, и в моем окружении. Я вижу, вот читая сейчас ваши комментарии, я понимаю, что, Боже, сколько нас осознанных, прекрасных женщин. И я хочу каждую из вас поблагодарить за то, что вы нашли это время для себя. Вы посвящаете это время себе своему эволюцию, своему улучшению, своей, как бы, дать себе возможность обучить себя чему-то новому и стать лучше. Я буду говорить на, может быть, для кого-то новом языке. Может быть, это будет, как сказать, непонятный язык. Но я постараюсь вам объяснить это все. Я постараюсь вам показать эту огромную картину того, что происходит сейчас. Да? Если у вас какие-то будут вопросы, если вы со мной не согласны, пожалуйста, пишите. Я уважаю мнение каждого из вас. И мы все с вами обсудим и проговорим. Смотрите, я верю, что, я вот искренне верю, что в этой Вселенной ничего не происходит просто так. Я верю, что без разрешения Бога Вселенной ни один листик с дерева не упадет, понимаете? То есть всему есть какой-то высший план, да? Я не знаю, насколько вы осведомлены или нет, но на этой земле сегодня правят два клана, да? Тут есть две шкалы, две шкалы, которые, как бы сейчас, скажем так, борются между собой. И сейчас люди делятся на две категории. Вот есть люди, которые сейчас принадлежат первой шкале и второй шкале. То есть у нас есть шкала элитных семей и у нас есть шкала созидательной семьи. Вот. Элитная шкала, она была создана тысячелетиями назад. Их называют по-разному. Их называют масонами, их называют вавилонцами, их называют элитной семьей сегодняшней, их называют рептилиями, ну, по-разному, да? То есть у нас есть в мире те люди, как 2% населения мира, которые считаются, они правят этим миром, да? Они правят во благо себе и как бы в минус населению. То есть тут эти люди внушают миру страх, эти люди внушают миру, они манипулируют людьми, то есть во благо себе, чтобы стать самим сильнее, чтобы напитаться энергетическим ресурсом и править этим миром, они начинают всякими способами манипулировать людьми и получать свое. Девочки, кто осведомлен про это, пожалуйста, просто напишите плюсик, чтобы я понимала, что вы со мной как бы on the same page. Отлично, вот, и есть у нас семья созидательная, это семья, соединенная со Вселенной, с огромным этим, огромным светом. Это семья, которой выгодно, чтобы мы люди, мы люди становились лучше, мы люди эволюционировали и мы были лучшей версией себя, то есть мы стали такими же чистыми, кристальными, открытыми, как и Вселенная, как Бог. То есть этой семье созидательная очень выгодна, когда мы живем сердцем, когда мы живем своей правдой, когда нами не могут манипулировать, когда мы в состоянии созидания, когда мы можем создавать и творить. Понимаете? Элитной семье, им выгодны наши страхи, наши панические атаки, им выгодно, когда мы в состоянии неуверенности, когда мы потерянные, что происходит? Мы начинаем тревожиться, и маятник элитной семьи начинает раскачиваться. И когда это все раскачивается, что происходит? Они становятся очень сильными. И то есть вот то, что мы раскачиваем, то и мы привлекаем в свою жизнь. И почему я хотела провести этот вебинар прям безумно, прям, я давно собиралась начать делать вебинары, но у меня какой-то такой прям мотивации, чтобы вот пойти в это не было. А сейчас я просто сказала, я это хочу сделать, потому что сейчас идет настолько важный момент, когда мы люди, мы выбираем между этими семьями. Мы идем с вами в страхе, в тревоге, в желание контролировать, хотя мы ничего в этой жизни не можем контролировать, вы понимаете, да, надеюсь. Или мы идем в любовь, или мы идем в созидание, или мы идем в доверие себе, доверие к Богу, доверие вселенной. То есть у нас сейчас есть выбор. Мы люди стоим перед вот этой развилкой сейчас. 2020 год будет очень мощный. И последующие два года будет очень мощным. Вы, наверное, видели, какая трансформация происходила на Земле уже последние, начиная с 2012 года, считайте, последние восемь лет, да, то есть Земля переходит на другие вибрации, Земля переходит на другой уровень. И что происходит сейчас, так как очень много на Земле стало светлых людей, воинов света, светлячков, людей, которые хотят знать правду, людей, которые чувствуют, что нет, это, я не чувствую, что то, что мне говорят, то, что меня учат, это правда. Нет, я хочу выбрать то, что правильно для меня, я хочу чувствовать, что вот это моя правда, я хочу ее узнать для себя. То есть вот мир делится сейчас на людей, которые выбирают себя, свою правду, людей, которые манипулируются и идут за толпой, идут за элитной семьей. Вот. И я хочу вам сказать, что сейчас, как никогда, нам важно повысить наши вибрации. Вот как никогда сейчас важно вот сфокусироваться. Сейчас нас проверяют, наш фокус внимания. То есть вы все слышали про позитивное мышление, вы все слышали, что мы своими мыслями создаем этот мир, мы своими мыслями создаем и свой мир, и события в своей жизни. Мы все это знаем. Но вы поймите, в данный момент мы, мы, наверное, все это чувствуем, насколько мы взаимосвязаны. Вы понимаете, в истории человечества не было такого момента, когда мы все люди настолько были связаны, то есть война может идти на одной части Земли, но чтобы вот происходило вот такое событие, вот такого масштаба во всех точках мира, такого никогда не было. вот, я хочу сказать, что это уникальнейшая возможность, когда мы сейчас можем притронуться к каждому человечку на этой Земле, почувствовать себя, что мы вот есть вот одно целое с этим огромным светом, с этим огромным вселенским светом, и мы все маленькие лучики этого света, и понять, насколько мы взаимосвязаны с друг другом, понимаете? То есть сейчас как никогда важно понять людям, что нас, вот представьте, вот эта катаклизма произошла, чтобы вот остановить вот это колесо привычной жизни, да, вот, и сделать так, чтобы вот нас отделили от друг друга и оставили нас самим собой, то есть чтобы мы обратили внимание внутрь себя, да, чтобы мы убрали фокус внимания от всего, что нас отвлекало и обратили внимание в себя, понимаете? И я не знаю, кого это был план с этим вирусом, я допускаю такое, что это элитные семьи, это все задумали, но у них пошло все не так, как они думали, и мне кажется, вместо того, чтобы у нас случилась война и огромная перестройка, вселенная нам дала другой вариант пробуждения человечества без насилия, без каких-то огромных потерь, понимаете? И сейчас вот это время, когда я просто... Вы представляете, что у нас есть возможность остаться наедине с самим собой и, наконец-то, заняться тем, что во благо нам. Это просто потрясающий момент, потому что я провожу много семинаров, у девочек всегда одна проблема, у меня нет времени. У меня нет времени делать практики, у меня нет времени качать мои интимные мышцы, у меня нет времени на практике дыхания, все. Теперь у вас нету такого экскьюза, девочки, у вас сейчас действительно выбор, выбрать себя, выбрать то, что важно для вас, понимаете? Вот. И я хочу вам сказать, что мир не просто так поставил этот... Как Вселенная не просто поставила этот мир на, как сказать, на паузу. Это происходит для того, чтобы вы перевели фокус внимания на себя. И также я считаю, что сейчас происходит очень сильная такая проверка. Нас готовили на протяжении очень долгого времени. Вы сами знаете, у многих людей были огромные трансформации в своей жизни, в личной жизни, во Вселенной очень много чего трансформируется. На астрологическом плане очень много трансформаций, то есть, да, и сейчас идет проверка. Насколько хорошо вы подготовились к этому моменту? Насколько вы научились выбирать свою осознанность? Насколько вы научились любить себя? То есть сейчас такой момент, очень сильно проверяется любовь к себе каждого человека. Потому что человек, который любит себя, он очень нужен Вселенной. Человек, который в благодарности, он очень нужен сейчас Вселенной. А люди, которые уходят в страхи, в панике, они, к сожалению, покидают эту планету. Им была дана возможность пройти через этот путь, быть осознанным, изменить свою жизнь, стать лучше. Но не все могут выбрать этот путь. Вы понимаете, их душа уже сделала выбор того, что сейчас я не могу трансформироваться во что-то более светлое, большее, и я не могу стать тем человеком, тем светлячком, который поможет этому миру. И, к сожалению, или во благо, это их выбор. Вот. Из-за этого я хочу с вами поговорить о том, что для того, чтобы перейти на новое квантовое поле, на поле 5D, да, как называется, сейчас очень важна концентрация в себя, на себя, на свои чувства, на свои эмоции, на свои ценности. То есть сейчас пересмотреть всю свою жизнь, все, что до этого как бы вы строили, какие у вас были ценности, что для вас работало, что для вас не работает. Понимаете? Вы понимаете, что сейчас идет сбой у всех, во всей мировой системе. То есть эта мировая система, она построилась на каком-то искусственном механизме, который сейчас дает сбои. И если этот механизм дает сбои, значит, каждый из нас, тот вклад, который мы от себя делали, мы делали не самое правильное ни для себя, ни для Земли. И сейчас остановили мир, чтобы вы отошли, посмотрели на эту картину со стороны, и вы для себя выбрали. Иду ли я в том направлении, в котором во благо мне, во благо Вселенной, во благо этому человечеству. Сейчас мы не можем просто думать о себе. У нас нету такой возможности просто думать о себе и, как сказать, быть эгоистами. Сейчас это уже не работает. Мне кажется, вы все в мире видите, насколько люди сейчас все меняются, материальные ценности уже уходят. Посмотрите, что происходит с людьми. Все остались дома, некому ничего показать, кто держался за материальной. Им это материальное сегодня ничего не дает. То есть все под одним правилом, все под одной, как бы, под одном, как сказать, под одним таким шаром, шариком большим, да, где мы помещены в одно состояние, где все понимают, что мы настолько equal, настолько все равны. И чтобы мы начали ценить друг друга, ценить себя, что никто не круче, не лучше другого. Вот. И сейчас те люди, которые держались за материальный мир, за какие-то такие искусственные ценности, у них сейчас происходит переосмысление того, что происходит. То есть они не могут быть самими собой. То есть я очень много комментариев слышу, что я не могу больше быть дома один, мне плохо с самим собой или самой собой, мне скучно. То есть, понимаете, насколько это показывает, показатель того, что человек жил настолько вовне, да, то есть настолько он отдавался всему то, что происходит не внутри него, а вокруг него. То есть растрачивался на ненужных людей, на ненужные какие-то проблемы, события, да, он растрачивал себя, свою энергию, свое время во что-то, то, что не приносит ему блага, да. Вот если посмотреть, вот сейчас жизнь остановилась, этот человек потерял все. Все за то, что он держался, все его ценности. А те люди, которые, которым было хорошо с самим собой, которые вкладывали в себя, и они понимали, что самое ценное в этой жизни – это я. И если мне хорошо, то всем хорошо. То есть, если я на высоких вибрациях, то все вокруг меня на высоких вибрациях, понимаете? То есть мой внутренний мир, он настолько влияет на то, что происходит вокруг меня, а это огромное сознание, вы понимаете? Вот из-за этого я очень хочу поговорить сегодня про то, чтобы вы посмотрели, да, что в вашей жизни происходило вот до этого карантина, да, куда вы двигались, о чем вы думали, какие у вас были мысли. И если сейчас вам плохо, я очень хочу, чтобы вы для себя прописали, от чего вам плохо, какие у вас эмоции поднимаются, да, чувство страха, чувство тревоги, или вы говорите, все раздражает. Что раздражает? Что раздражает? Раздражает в себе, раздражает в вашем окружении. То есть это нужно понять, осознать сейчас, потому что у нас есть такая просто идеальная сейчас просто ситуация, когда можно сесть, взять, все расковырять, открыть, посмотреть, где у меня недоделки, где у меня сейчас поломки, вытащить это все наружу, проработать, прийти в покой и в спокойствие и любовь с самим собой, понимаете? Вселенная нам не даст другого выхода. Девочки, я хочу, чтобы вы поняли, что нас или насильно, или с легкостью, с любовью будут двигать в нужном для нас направлении. Вселенная есть огромный план для нас всех. Или вы входите в этот поток, и вы идете с потоком, и у вас все складывается намного легче, намного приятней, намного, как сказать, вы чувствуете, что вы с этим потоком расширяете, становитесь лучше, да? Или вот пинком под зад, с болевыми какими-то уроками, с болевыми какими-то моментами вы будете переходить на другой уровень. То есть сейчас, опять же, у вас есть выбор, куда вы хотите принадлежать, какой ветке, какую шкалу вы для себя сегодня выбираете. Вот. Сейчас я быстренько посмотрю свои notes. Вот. Так что сейчас вы должны для себя выбрать, вы выбираете гармонизацию внутреннего пространства, вы выбираете видеть в этом крушении огромные возможности, или вы выбираете идти с масс-медией и с людьми, которые привыкли к тревоге, и продолжать ту же жизнь, которая у вас была до этого, но программы уже не будут работать, это не будет работать так, как раньше работало. Я еще хочу сказать, что, девочки, страх сейчас – это нормально. Еще одно такое событие, что происходит в мире, вы, наверное, все знаете про наш рептильный мозг, да, то есть у каждого человечка, который живет сегодня, у нас на клеточном уровне есть память всех цивилизаций, которые жили до нас, всех войн, всех трагедий, да, то есть это все на клеточном уровне, на нашем ДНК, это все как бы записано. И вот это чувство страха, который сейчас поднимается, да, вот маятник раскачался, и вот это чувство страха, оно поднимается, этому есть причина, почему. Это все в нас заложено, но у меня для вас есть хорошая новость. Сейчас созидательная семья, она настолько как бы выигрывает элитную семью, элитной семьи, их вот эта искусственная, искусственная шкала, она сейчас рушится, понимаете? И созидательная семья сейчас нам помогает оставить все наши страхи, всю эту информацию на уровне ДНК оставить ее в прошлом, то есть сжечь эту информацию, то есть сейчас идет такое колоссальное время, когда Земля трансформируется, она оставляет все старое позади, и мы идем в новое, мы идем вот в новый созидательный мир. Обратите внимание, насколько сейчас стало много знаний про женскую энергию. Считается, когда в мире преобладает мужская энергия, происходят войны, происходят катаклизмы, да, и что происходило? Элитная семья это понимала, и она взращивала в женщинах вот эту мужественность, то есть все сакральные знания, да, даже включая знания про интимных мышц, то есть как работа с женским дыханием, работа с тремя центрами, это все, все было стерто, то есть женщины сжигали, которые ввели, внесли эти знания в мир, их сжигали, их уничтожали, потому что они понимали, если мужчина будет править миром, мужская энергия будет править всем, то есть что происходит янской энергией, когда перебор, происходят войны, происходят катаклизмы, происходит просто уничтожение. А сейчас, вот если вы наблюдаете последние 10 лет, а женская энергия так красиво возвращается, то есть появится очень много женщин, очень много людей, которые транслируют эти знания, много осознанных женщин, которые говорят, я женщина, я хочу для себя мою женскую жизнь, я имею право, я имею право иметь ту жизнь, которую я хочу, потому что я ее создаю, никто меня не может заставить жить той жизнью, которой я не хочу, то есть понимаете, это глубинное сознание про женскую, то есть природу и ценность женской природы, вот, я хочу сказать, что сейчас наступает такой момент, когда вот женская энергия сейчас будет она преобладать во всей Вселенной, во всем мире, и важность каждой из нас сегодня, женщины, я по-моему вижу, все-все тут женщины, осознать свою большую миссию сейчас, здесь и сейчас, осознать свою миссию, что то, что вы сегодня выберете, то, что вы сегодня будете транслировать в мир, это будет создавать будущее вашим детям, вашим внукам, это будет создавать будущее всему будущему поколению, понимаете, то есть я хочу, чтобы каждый из вас осознала важность себя, да, мы может быть маленькие лучики вот всего этого светлого шара, да, мы может быть капельки океана, но мы настолько сильны, вы понимаете, мы сделаны по подобию Бога, мы сделаны по подобию вот самого светлого, прекрасного, если вы будете понимать, осознавать это, и если вы будете вот, вот, как сказать, с полной ценностью понимания этих знаний, понимания нашей женской природы, вы будете начинать создавать и создать, и понимать, что каждый человечек, которому вы притронетесь, и сегодня подарите добро, подарите свою осознанность, подарите свои знания, подарите вот просто лучик своего сердца, да, от своего сердца, лучик своего света, вы начнете менять все вокруг себя, и раз вы начнете менять все вокруг себя, то есть вся наша вселенная, она поднимется совершенно на другой уровень, девочки, мы стоим перед колоссальным, прекрасным временем, о котором тысячелетиями люди мечтали и ждали, и Вселенная ждала этот момент, чтобы перевести нас, людей, которые были, как сказать, под контролем элитных семей, в состояние созидания, в состояние соединения потока со своим потоком, то есть соединение со своей уникальностью, соединение со своей ценностью как человека. Мы сюда каждый пришли с правом выбора, и сейчас нас будут проверять, насколько осознанно мы это право выбора будем использовать. Итак, хорошо, давайте поговорим про то, как понять, на высоких вибрациях нахожусь я или нет сейчас, как это можно осознать? Люди, которые сейчас находятся на высоких вибрациях, у вас сейчас будет такое состояние покоя, у вас будет состояние, что вокруг вас вот есть какая-то невидимая сила, которая вас защищает, вокруг вас есть ангелы, вокруг вас вот как будто вся Вселенная, она стоит за вами, у вас будет очень сильно активизироваться ваша интуиция, у вас могут быть такие моменты, когда, ну сейчас из-за перехода могут быть такие моменты, я не знаю, у кого такие будут, вы пишите, девочки, немножко чувствуют тошноты, чувство того, что прям спать захотелось, то есть когда Вселенная переходит на новые вибрации, и это очень сильно влияет на нас, как частичка этой Вселенной, у нас меняется уровень ДНК в это время, и нам нужно быть в тотальном расслаблении и позволить этому потоку проходить через себя, то есть есть тоже такие чувства, что вы можете чувствовать себя так. Есть состояние, когда высокие вибрации, что я хочу создавать, да, я хочу, вот креатив приходит, я хочу рисовать, я хочу петь, я хочу танцевать, ой, я хочу научиться готовить это, я хочу сделать то, то есть понимаете, у вас состояние созидания и креатива, то есть у вас есть желание создавать, родить что-то в этот мир новое, узнать себя по-новому, то есть происходят такие моменты. Да, все правильно, что у нас там по вопросам есть еще что-нибудь? Вау, это супер, супер-супер, девочки, хорошо. Вот, и я сегодня хочу проговорить про то, как сегодня вы можете себе помочь. Мы в конце с вами сделаем очень классную технику, дыхательную технику, которая очень помогает освободиться от всего чужого, от всего ненужного, от всего того, что было навязано нам, и соединиться с собой, соединиться с нашим потоком, да, то есть каждый из нас, ну, как вот с антенночками ходим, и наша задача, вот с этой антенночкой подсоединиться во что-то большее, во что-то вселенное, и получать через эту антенну свет, получать через эту антенну созидательную энергию, да, то есть и тогда мы двигаемся в своем потоке, то есть нам очень важно встать в свой поток. Когда мы выходим со своего потока, у нас приходит чувство тревоги, да, у нас происходит чувство того, что вот я не на своем месте, вот вроде я делаю то, что надо, да, голова понимает, а внутри душа переживает, то есть она чувствует, что что-то, что-то не так, вот. Как мы будем восстанавливать? Давайте мы с вами поговорим. Я хочу, чтобы вы взяли, наверное, листочки бумаги или возьмите телефончики, и мы с вами пропишем, как можно на эмоциональном, ментальном, физическом уровне сейчас помочь себе. Договорились? Итак, давайте начнем с ментального уровня. Что вы для себя сегодня можете сделать для ментального уровня, для поднятия ваших вибраций на ментальном уровне? В первую очередь мы должны работать со своими установками. Девочки, особенно кто в тревоге, кто в панике, кого что бесит, мы работаем со своими установками. То есть какая моя установка привела меня в это состояние? Понимаете? Какие мои мысли приводят меня в состояние того, что я в бешенстве или у меня есть вот это чувство страха, да, то есть обязательно отслеживать. У меня даже есть такая аппликация, которая, кажется, полчаса напоминает, как бы проснись, о чем ты думаешь, то есть отслеживать свои мысли, где ты находишься мысленно, то есть понимаете, о чем ваши мысли, что вы сейчас создаете в своей жизни. То есть обязательно, пожалуйста, вот контролируйте, смотрите, какие мысли, какие установки приходят в вашу голову сейчас. Также я хочу посмотреть, чтобы вы обратили внимание на свои блоки, да, если есть блок того, что, то есть у нас как ум работает, да, вот как бы вы не старались ему сейчас сказать, да, все во благо, все хорошо. Если ваш лидирующий центр сегодня в голове, на ментальном уровне, то вам очень будет тяжело, потому что для разума нужны доказательства, понимаете? Разум, он питается, ой, докажи мне это, покажи мне это, то есть вот эти все ячейки в нашем голове, в голове они должны быть заполнены, понимаете? У разума нету креатива, у сердца, сердце открытое, то есть сердце всегда открыто к новой информации, сердце всегда открыто к чему-то новому, к чему-то, знаете, новому взгляду, попробовать новый путь. Есть надежда того, что все получится, да, а у головы этого нету, голова берет все наши опыты, весь наш опыт прежний и начинает в эти ячейки заполнять, о, тогда я поверила в это, у меня было это, 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 это. То есть, понимаете, из-за этого с головой тут нужно очень-очень осторожно, какие бы мы умные не были бы, мы должны быть в состоянии высшего разума, но не просто в ментальном состоянии, где у нас голова и все эти мысли просто вот таким сумасшедшим потоком как бы проходят через нас. Вот, установки, блоки и все лимитации, то есть, если вы себе что-то не разрешаете, пожалуйста, обратите внимание, где ваши лимитации, и тут через эту лимитацию выйдите на установку, какая ваша установка лимитирует вас у нас. То есть, это очень-очень важно, ну, как бы осознать и увидеть. Вот. Все нормально, да? Вот. Сейчас очень важно в моментальном уровне поднять ресурс через любую красоту, на которой вы можете сфокусироваться. То есть, видеть все, что мне не во благо, понимаете, все, что вы видите некрасивое, там, не то, что вот напитывает вас. Сейчас все мимо меня, все, что не во благо мне, мимо меня я не смотрю, не вижу, я отказываюсь кормить себя этим негативом. То есть, важно, что все, что я вкладываю в свое тело, в свой разум, это все должно быть то, что во благо мне. Если я от этого не чувствую себя хорошо, если от этого у меня тело сховывается, если от этого у меня начинается чувство тревоги, это не во благо мне. И все, что не во благо мне, все мимо меня. Понимаете? Вы должны для себя сказать, я настолько люблю, уважаю себя, что я не позволю впускать себя, что попало. Вы должны очень осознанно к этому сейчас подходить, особенно со всеми этими новостями. Девочки, я вас прошу не включать, я вообще новости не смотрю. Ну, что-то мне было интересно посмотреть про Эрика Горсетти, он мэр Лос-Анджелеса. Ну, он еще такой позитивный дядя, он такой нормальный. Ну, потом что-то кто-то вышел после него, и я начинаю слушать, ну, ой, 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 ну, как бы, вот насколько мидия, она, у нее очень сильно огромный эгрегор в мидии. То есть не надо туда двигаться, то есть маятник очень большой, а мы с вами сейчас прорабатываем свои маятники, свою созидательную энергию, не надо нам туда лезть. То есть не искушайте себя, вы настолько много в себя вкладываете, уходите от этих разговоров, от этих людей, которые вам... Информация – это сила, но это должна быть та информация, которую вы чувствуете, вот эта информация вышла, ага, вот эта информация подходит мне, а вот эта нет, это не мое. Это не мое, это мне ничего не дает, кроме тревоги, расстройства, все, это не мое, это в моей жизни не может существовать, и все. Вот. Я хочу вас попросить, у нас карантин минимум, как еще месяц будет, мы это уже все знаем. За этот месяц поставьте себе, пожалуйста, такую вот задачу – видеть во всем красоту, да, особенно в этом хаосе, да, вот то, что происходит, научитесь видеть вот ценности того, что происходит. Девочки, посмотрите, на глазах люди меняются, вообще люди со всей точки Земли соединяются. Девочки, вы понимаете, что происходит? Вот этот хаос, вот это как бы такое трясение для Земли огромное, оно настолько начинает сближать, соединять нас всех, вы понимаете, да, что у Вселенной есть план, мы настолько разъединились, мы настолько в соцсетях, мы настолько в этих телефонах, мы настолько людям уже не созванивается, text message, ой, уже голосовой, ну, все, вот знаете, все по-быстрому. Мы настолько отсоединились от друг друга, а мы не можем, мы живем в одном живом организме, но частички этого организма, то есть если какая-то частичка организма отсоединяется, что происходит, система дает сбой, и Вселенной сейчас выгодно соединить нас обратно, соединить людей и наши ценности вместе. Посмотрите, сколько доброты сейчас от людей идет, то есть я вижу, сколько, как люди друг другу помогают, посмотрите в Италии, как люди сближаются, они поют, они входят на балкон, они поют вместе. Мне подруга пишет, что там бабульки носят друг другу еду, у кого апельсины растут, у кого там выпечка, то есть понимаете, люди делают то, что, может быть, они делали столетия назад, да, то есть вот эти ценности, они сейчас возвращаются, и слава тебе, Господи, потому что это настолько было ценно, вы понимаете, вот такой сейчас момент, мы понимаем, что все это наши материальные ценности, все, к чему мы там двигались, к этой иерархии успеха, да, это все настолько крушат, это настолько искусственно, остаемся мы, остаются наши души, остаются наши качества, качество нашего доброго сердца, качество нашего нежного обращения с друг другом. То есть это все возвращается, и я вас прошу, культивируйте, культивируйте в своем разуме, воспитывайте себя, вот даже если этого вам не дали родители, даже если этого не привыкли практиковать, культивируйте, воспитывайте в себе, вот взращивайте свою доброту, взращивайте свое понимание, чуткость, нежность друг к другу. Каждый день сделайте просто вот одно, ну какое-то хоть и маленькое, приятное дело для кого-то. Напишите кому-то, вспомните про кого-то. Если вы кому-то как-то можете помочь, помогите. И почувствуйте, вы это не делаете для напитки своего эго, вы делаете это, потому что я одно целое с этой вселенной, я одно целое с этим человеком. Если этому человеку больно, то больно мне. Я просто это еще не осознаю, но на клеточном уровне, на энергетическом уровне больно мне. Понимаете, вы поймите, мы все одно целое, мы один организм. И если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, мы максимально от себя должны сделать так, чтобы было хорошо нашему окружению, тем людям, кто вокруг нас. Я хочу, чтобы вы сейчас почаще смотрели на природу. Я не знаю, если у вас есть такая возможность, даже открыть окно, посмотрите на небо, оно сейчас такое чистое. Сейчас вообще нету плывшим, да, то есть сейчас настолько, вы видите, да, как природа, она себя восстанавливает, и как быстро она себя восстанавливает. То есть смотрите, если есть возможность прогуляться, прогуляйтесь, дышите свежим воздухом, напитывайте, вот видите, смотрите только на красивое и на хорошее. То есть это сейчас очень-очень важный момент. Так, второй момент, это наше эмоциональное состояние, вот, и одно из самых мощнейших упражнений для меня, которые я практикую больше, наверное, так скажу, девяти лет, может быть, и я просто в шоке от того, как это работает. Это очень круто работает, девочки, я вам серьезно говорю, это просто лайфхак, самый крутой. Это благодарность. Мне очень сильно поменялось сознание насчет благодарности Тони Робинс. Я когда была на семинаре, он нам дал такую практику, он сказал, вспомните, вот, кстати, вы тоже можете сейчас сделать, вспомните три вещи в вашей жизни, которые произошли, и вы чувствовали вот это безмерное чувство счастья, благодарности, вот, и вы чувствовали, что с вами Вселенная, с вами Бог и вас любит, да, вы чувствуете вот эту поддержку, что вас ведут, вот вам повезло, да, вот как-то вот Вселенная делает все так, во благо вам. И у меня сразу пришли эти три момента, прям, ну, сразу, и я начала просто плакать, потому что они настолько были мощные, и мое тело настолько, как сказать, почувствовало эту благодарность в каждой моей клеточке. Я вам просто не могу это передать, и когда я это почувствовала, это чувство осталось со мной, посеединено со мной, я понимаю вот то, что он говорил, что where is gratitude, there is no suffering, то есть где благодарность, там нету боли, там нету страданий, понимаете, когда мы в благодарности, мы даже, ну, раз, то есть вот вам благодарность, почувствуете, да, например, у кого есть дети, может, момент, когда у вас виделись дети, или момент, когда вы встретили вот какого-то особенного человека, или какие-то возможности, которые открылись в вашей жизни, которые поменяли в вашу жизнь, вот просто вспомните вот этот момент сейчас, и почувствуете вот этот, вот этот дождик благодарности вот от Вселенной, да, вот этот золотой луч, который сыпется на вас, и вы почувствуете, что вот сейчас вам быть в страхе или расстроиться, у вас вообще не получится, понимаете, То есть, если вы в благодарности, вам очень будет тяжело понизить свои вибрации, вам очень будет тяжело уйти в низковибрационное состояние. И этот инструмент есть у вас. То есть, у нас у каждого есть этот инструмент. Я каждый день пишу от 5 до 7 благодарностей в конце дня. Я это делаю на протяжении почти 10 лет, девочки. Это работает просто tremendously, это работает просто уникальным образом. Вы можете прописать, я благодарна Вселенной за то, что произошло сегодня, за то, что я узнала это, за то, что я сегодня сделала это, за то, что я молодец. Похвалить себя за что-то. А потом вы можете еще дописать, я благодарю Вселенной за то, что вы хотели бы, чтобы произошло в вашей жизни, но в будущее. Но написать это как в настоящем моменте, понимаете? Так что, это на самом деле работает. И то, что вы пропишете про будущее, в вашем ближайшем будущем это исполнится. Вы, наверное, проходили многие марафоны Елены Блиновской на втором уровне. Она еще говорит, пишите благодарность за других людей. То есть, вот сейчас, мне кажется, уникальное время писать благодарность за то, что, например, происходит в жизни моей подруги. Что хорошее у нее произошло. У нее такие классные новости. О, у нее такие изменения. Или вот у нее это получилось. Или у него это получилось. Или в моей семье произошло то-то, то-то. То есть, научиться радоваться за других людей. И вы увидите, насколько мир к вам отходится. И научиться радоваться за ваши радости в жизни. То есть, это очень-очень крутая практика. Вот. Просто быть благодарным за то, что мы живые. Мы живем просто в историческое время, в уникальнейшее время. У нас есть прекрасное тело. Мы дышим. У нас есть крыша на голову. У нас есть хлебушка, в котором мы питаемся. То есть, понимаете, у нас у многих есть дети, родные, близкие, любимые. То есть, нам есть за что благодарить. Каждый день, каждый момент. Я даже свою дочь учила. Даже с маленького возраста мы с дочкой начинаем утро с Сурьи Намаскар. То есть, мы приветствуем солнце. Я дочке объяснила, и она мне говорит, мамочка, я так хочу это делать. Каждое утро я говорю, давай. То есть, мы начинаем с Сурьи Намаскар. Кому интересно, девочки, я все скину, если вы мне напишите. А, Гарсетти, наш старый друг, Ирин, точно. Мы его лично знаем. Я вам все линьки скину, того, что мне говорится. Мне просто напишите, а мы вам все скинем. Сурьи Намаскар, да, это приветствие солнца. Это очень древняя практика, практика йогов, да. И, девочки, это настолько открывает сердце, да. Вы так подтягиваетесь, 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 у вас настолько сердечный центр открывается. У вас как будто вот солнце берет и наполняет вас полностью своим лучом. Вот как бы вы поприветствовали солнце, оно поприветствовало вас. И у вас такое ощущение, что вы как бы ставите свое намерение, да. Мы с дочкой, ставим свое намерение. Говорят, дочка, что бы ты себе не хотела? Она делает желание, я делаю желание. Мы просим его вселенной, и мы так начинаем день, да. То есть это наше эмоциональное состояние. Я вам сейчас расскажу, что мы делаем на физическом уровне. Ну, с дочкой тоже у нас есть свои ритуалы, которые мы делаем. Которые помогают нам оставаться в связи с собой. Которые помогают нам заботиться о себе. Которые помогают нам понимать, что все, что во благо мне, я это буду делать. Я буду делать все, чтобы стать лучше, чтобы стать красивее, чтобы стать моложе, чтобы стать счастливее, понимаете? То есть это очень важно. Если у вас есть детки, пожалуйста, внедряйте, делайте эти вещи. Сейчас мы все дома, с семьей. Делайте это вместе. Они так это любят. Они прям кайфуют. У меня дочка, если я там не проснусь, там в 7 утра, она ко мне бежит, говорит, мама, так, суринамаскар, мы должны солнцу здрасте сказать. Я говорю, да, 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 точно. И когда, понимаете, вас ребенок держит accountable, когда ребенок к вам приходит, вы не можете сказать, дочь, я пойду посплю, да, там, вы встаете, вы это делаете, все, день совсем по-другому разворачивается. Вот. Так что еще на эмоциональном уровне очень важно делать медитации, девочки. Медитации, вот, уходите в себя, я сейчас буду говорить, насколько важно уходить в свое тело, дыхание. Вот вы вот просто подышите, вот, почувствуете, мы сейчас в конце сделаем практику, насколько ваша душа, ваше сердце скажет вам спасибо за это. Насколько ваше эмоциональное состояние уменяется, изменится. Вы это прочувствуете. Итак, мой самый любимый уровень, это телесный уровень, это физический уровень. Как многие из вас, вы знаете, я преподаю классы по интимным мышцам, да, по методике Броневского, по билдингу, вот. И я хочу сказать, что я долгое время изучаю женщин. Я понимаю, что если у женщины есть какая-то проблема в жизни, это проблема того, что она живет в своей голове. Все. Вот у женщин главная проблема, сама придумала, сама обиделась, сама расстроилась, понимаете. То есть наша проблема в том, что наша слишком умная голова умеет придумывать то, что у нас вообще в жизни как бы того, что еще и нету, а это еще и привлечь в свою жизнь, так как у нас энергия сильная, и раздуть это, и потом само же как бы пожимать плоды того, того, что мы натворили из этого. Когда женщина опускается в свой женский центр, в маточку, когда она начинает жить с этого центра, когда она начинает созидательно создавать свою жизнь, все меняется в ее жизни. Просто ее жизнь настолько наполняется тем и теми людьми, теми событиями, о которых она мечтала, о которых я бы хотела вот так. То есть все происходит в вашей жизни так, как бы вы этого хотели. И наша задача женская сегодня, я вам тоже покажу упражнение, как постоянно опускаться в наш женский центр и оставаться там, как дышать через наш женский центр, не дышать как ежики, да, вот этим дыханием. То есть, понимаете, у нас у женщин есть способность постоянно брать все на себя эмоционально, как это сказать, переживать эмоционально, там, я не знаю, страдать, сжиматься, чего-то там, знаете, прожевывать себе. То есть у нас вот это вот, мы всегда все берем в нашу грудную клетку, и мы закрываемся, наше сердце закрывается. Если наше сердце закрывается, то наши женские качества, это один из наших важных центров, он перестает работать, то есть мы перестаем быть счастливыми женщинами, мы перестаем излучать ту любовь, ту энергию, ту благость, которая натуральным образом нам дана для того, чтобы делиться с этим миром, понимаете. Вот из-за этого мы должны научиться с вами уходить в наше тело. Что мы будем делать для нашего тела в течение этого месяца? Я вам предлагаю, вот я вам скажу, что я делаю для своего тела, да, я просыпаюсь, я делаю сурью намаскар, то есть это практика на 10 минут, девочки. 10 минут мы вам скинем, потом лик, посмотрите. Я выпиваю горячую водичку с лимоном, потом я выпиваю свежевыжатый celery juice. Малик, как будет celery? Сельдерей, да? Сок сельдерея, только сельдерей. Я жду, потом я делаю для себя, для дочки, то есть дочка мне делает сейчас смузи, делает смузи, то есть мы, то есть первую половину дня мы не завтракаем, мы не просто сразу впускаем пищу в себя, мы потихонечку пробуждаем наш организм. Потом у меня в 9 часов йога. Девочки, кто в Америке, вообще по всему миру сейчас можно присоединиться, есть уникальная возможность учиться у Тэш, она преподает, преподает самую крутую кундалинию йога, на которой я вообще была. Эта йога настолько сильно поднимает ваши вибрации, это невероятно. Она учит онлайн по Лос-Анджелесу, 9 вечера, получается в Москве до 7 вечера. А, 9 утра по Лос-Анджелесу. А, у нас 9 утра по Лос-Анджелесу, правильно, 7 вечера по Москве. Девочки, мы вам скинем линк, это стоит попробовать, честное слово, это очень круто. И вот с 9 до 10.30 у меня йога, мне никто не мешает, у меня есть мои ритуалы, и в это время я преданна сама себе, я делаю то, что важно для меня. Если я хоть один день пропущу что-то, у меня такое ощущение, знаете, как будто я себя предала, как будто вот что-то я у себя отняла, и потом, знаете, у вас нет вот желания отдавать. Вот пока вы свое не получили, пока вы себя не восстановили, вы начинаете отдавать, у вас такое ощущение, что вы, знаете, как это, спасение слабых, да, то есть я сейчас пойду сделаю это для этих, потому что я хорошая девочка, я сейчас сделаю это там для тех, мне сейчас надо ребенку это сделать. Нет, девочки, делайте свой быт вокруг себя так, как удобно вам. То есть или включайте детей в это во все, то есть своих дочек, сыновей, сказать, ну вот сделайте эту игру, а давай вместе это сделаем, а давай вот это, а им так это понравится, детки же не настолько открыты к этому. Вот, и найдите путь, но не предавайте себя. Мы сейчас будем говорить про план на месяц, да, и как мы будем повышать наши вибрации, как мы будем делать этот осознанный выбор. Мариус, это потом, да, скинь, пожалуйста. И как мы будем делать этот осознанный выбор сейчас. Вот, и самое главное правило тут будет не предавать себя. Вот у нас будет расписание. Кто хочет, знаем, пожалуйста, у нас на 30 дней будет челлендж, я о нем расскажу попозже. Тут самое главное правило не предавать себя. Не предавать себя ни при каких условиях. Если вы себя предали, вы сделали два раза больше чего-то для себя, чтобы восстановить этот баланс с самой собой. Вот, а для тела обязательно. Я еще очень советую с утра контрастный душ. Девочки, контрастный душ – это просто нечто. Это как работает и с вашей энергией, и с вашим телом. То есть вы просыпаетесь вот моментально после него. Как это нужно делать? Вообще берется три минуточки. Минуточку такая горяченькая вода, полминуты – холодная вода. Постепенно вы можете потом повышать, там, полминуты, вы можете повысить на 40 секунд, там, уже потом до минуты. Но смотрите, всегда начинаем обливаться сверху вниз. То есть никогда не обливайте снизу вверх, чтобы кровь не пошла вверх в мозг. То есть нам, наоборот, нужно сбалансировать наше тело. И потом еще минуточку можно горячей водой. То есть вот чередуйте, смотрите. Я заканчиваю сейчас свой контрастный душ на холодной воде. Девочки, это такое чувство. У вас как будто каждая клеточка просыпается, и вы готовы пойти творить, делать что-то. Это невероятное чувство. Вот, так что я очень-очень-очень-очень всем советую. Девочки, если вы для себя сделаете какой-то ритуал. Вот с утра я проснулась, у меня контрастный душ, что у меня там сурья намаскару, мои соки, мои смузи. А вот потом вы уже там после йоги начинаете свой день попробовать. У нас есть такая колоссальная сейчас возможность. Вы понимаете, мир не будет прежним. Многие люди уже не вернутся на те работы, с которых они ушли. Многие люди сейчас поймут, насколько круто работать из дома, проводить время для себя, жить для себя, не отдаваться, не жить по чужим правилам, а строить свои правила. Вот у вас есть сейчас этот месяц, чтобы вы построили свои правила, свою жизнь так, как это будет удобно вам. Выбирать себя, выбирать все, что во благо вам. Понимаете, вот тут и начинается ваша любовь к себе. Она сейчас очень нужна Вселенной. Она сейчас очень нужна этому миру. Вот, потом. Я очень советую, если у вас есть такая возможность, девочки, попробовать сыроедение. Сыроедение я тоже делала. Это очень крутая практика, которая очень сильно освобождает ваше тело от шлаков, очень сильно вы соединяйтесь со своей душой, очень сильно вы соединяйтесь со своим высшим разумом. То есть, кому тоже это интересно, пожалуйста, попробуйте. И переходя дальше к телу, наш физический уровень, я вас научу некоторым практикам дыхания, так как тело – это сосуд нашей души, и он помогает нам соностроиться с нашим центром. Это один из самых важнейших уровней нашего тела. И что я вам предлагаю? Я сегодня вас научу качать мышцы интимные, так как это делаю я, так как это работает для меня и для многих моих девочек. Я вам покажу экспресс-метод, как быстро себя восстановить через интимные мышцы и через дыхание. Но я очень вам советую заниматься или бегом, или ходьбой. Ой, у нас вот по челленджу скоро, Дашулечка, ты тут, я тебя вижу, ты будешь проводить. У нас с девочкой у нас будет просто такой крутой инструктор в этом челлендже, который мы сейчас будем проводить от Академии с понедельника. Даша, она нас будет учить стретчингу. То есть я Дашу встретила в SM-стретчинге, да, у Самиры, и мне так понравилось. Боже, я после стретча почувствовала себя настолько легкой, настолько гибкой, девочки, и действительно там до шпагата, еще мне казалось далеко, но на самом деле потихонечку уже начинаете садиться на этот шпагат, потихонечку такая гибкость появляется, такая кошачья грация, да. Вот Даша будет с нами в понедельник, в среду и пятницу, она будет проводить нам, Малик, во сколько? Восемь утра, да, по Лос-Анджелесу? Восемь утра по Лос-Анджелесу, это получается шесть вечера по Москве у нас будет стретч. Девочки, крутой стретч, я серьезно говорю. Кроме этого, Даша проводит онлайн занятия с детьми по гимнастике. Я свою дочку записала, нам сейчас надо ее занять чем-то, так что девочки тоже, мамочки, вам хорошая идея. Вот, с расписанием разных учителей мы с вами поделимся, я вам расскажу про это все. Вот, и самое главное, что я хочу насчет тела вам сказать, вам нужно будет в течение дня, на протяжении этих 30 дней, осознанно понимать, на каком уровне вы находитесь. На ментальном, на эмоциональном или на физическом. Вот когда вы общаетесь там с мужем, с любимым, с детьми, смотрите, с какого уровня я общаюсь. Я сейчас говорю от головы, я сейчас говорю от сердца, или я сейчас вот в своем теле, я чувствую свое заземление, да, я соединена с собой, со своим телом, со своим духом, со своей душой, да. То есть я хочу, чтобы вы это отслеживали, то есть это тоже будет такой осознанный момент для вас, отслеживание, куда ваше внимание уходит, потому что сейчас же, я как сказала, идет огромная проверка фокуса вашего внимания. Куда уходит фокус вашего внимания, то и мы будем получать сейчас в нашей жизни. Из-за этого для нас очень важно сейчас осознанно ловить себя. Вот, этот выбор, конечно, вы должны сделать каждый сам для себя. Вот, про физически записали, отлично. Девочки, меня только, извините, пожалуйста, я так как в положении, мне надо быстренько использовать женскую компоту. Маликусечка, ты пока сядь, скинь девочкам, пожалуйста, на им трэжер йога, да, поэтому, и может быть, сури намаскар с ютуба. Сейчас, девочки, я вернусь. Всем ку-ку. Сейчас я вам скину йогу. Можете зарегистрироваться, по-моему, она по 5 долларов всего, и действительно очень бесценный опыт. Скину субь, намаскар. Привет-привет. Спасибо, Хеллика, я по тебе. Маскар. Вот есть приветствие солнцу. На самом деле, еще есть ночная практика приветствия Луны. Спасибо всем за паузу. Итак, все готовы приступить к практике, девочки, пожалуйста, поставьте плюсики, если все на месте, все готовы приступить к практике. Девочки, если можно, у кого детки рядом, пусть они садятся и делают ту же практику с вами вместе. Или вы можете выйти в другую комнату. Отлично. Девочки, садитесь, пожалуйста, мне сейчас нужен ваш прямой позвоночник. По прямому нашему позвоночнику идет наша энергия кундалини, да, то есть наша жизненная энергия. И чтобы наши все чакры, вы, девочки, многие, наверное, уже знаете, что такое чакры, да, чтобы они всегда работали в унисон с нами, чтобы они работали во благо и работали правильно, нам нужно иметь прямой позвоночник, чтобы энергия могла циркулировать через нас. То есть я сейчас вас попрошу, каждую из вас сесть удобненько, с прямой спиной. Я хочу, чтобы вы расслабили верхнюю часть вашего тела. Сделайте глубокий вдох. Потрясите тело немножечко. Давайте потрясем немножко, немножко вернем энергию в тело, с ментального центра. Можете немножко потянуться вот так, оп, потянуться, немножко разбудить свое тело. Можно покачаться в сторону, со стороны в сторону. Что мы сейчас будем делать? Маликось, включишь, пожалуйста, нам музыку медитативную. Мне что-нибудь теперь угло, а такого-то. У нас есть такое дыхание? Окей. Девочки, я преподаю очень такое интересное дыхание, оно такое необыкновенное. Почему я хочу, чтобы вы были одни? Потому что это дыхание, оно очень открытое, оно очень, как сказать, сэншу, оно очень чувственное, оно очень сексуальное, да? Вам нужно будет просто себе это делать, разрешить это сейчас. Если вы хотите почувствовать всю, весь кайф, весь кайф этой медитации, этой работы сейчас, мне нужно будет, чтобы вы себе сейчас реально разрешили продышаться, да? Так, уходишь, может быть, или, может быть, другую, которая, это, да, до этого. На 30 минут, да, поставишь? Что мы сейчас будем делать? Я, так как я работаю на трех центрах, мы с вами будем на трех центрах продышивать все наши блоки. У нас у женщин есть три центра, у нас есть горловой центр, у нас есть сердечный центр, у нас есть центр матки, да? И когда у женщины обычно сблокировано горло, у нее не циркулирует эта энергия, у ее женская энергия, она застревает в каком-то из одних центров и перестает, как бы, циркулировать. И в это время, как бы, женщина перестает чувствовать связь с собой. Вот для этого мы с вами сейчас будем дышать, и мы будем продышивать все эти блоки. Вот в каком бы центре вы сейчас не были, я хочу, чтобы вы себе разрешили прям открыть ротик и выдыхать со звуком «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Хорошо? Договорились? Давайте сделаем глубокий вдох вместе. И почувствуйте, как энергия тянется по вашему позвонку вверх, 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 прям к вашей цахасрари, вот к имечку. И когда вы будете делать выдох, вы будете открывать ротик и выдыхать. Ха-а-а. Ха-а-а. Ха-а-а-а. Прямо закройте глазки. Закройте глазки. Можете поставить левую ручку на сердце, правую на маточку. И когда вы будете делать вдох, чувствуете, да, глубинный вдох, вот грудной клеткой, маточкой, да, чувствуете, как ручки наполняются при вдохе, и при выдохе они уходят обратно в тело. Давайте вместе вдох. Ха-а-а-а. Ха-а-а. 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 Ха-а-а-а. 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 Ха-а-а. Ха-а-а-а. Продолжаем дышать. Дышим и чувствуем, как с каждым дыханием наше тело наполняется чистой, прекрасной вселенской созидательной энергией. Ха-а-а-а. И через каждый выдох мы отпускаем всю тревогу, все страхи, всю боль, все напряжение с нашего тела. Ха-а-а-а. Ха-а-а-а. Ха-а-а-а-а. Ха-а-а-а-а-а-а-а. Девочки, очень важно, чтобы вы звучали. Очень важно вам открыть свое горло. Это очень важно. Вы когда это сейчас проделаете, вы почувствуете этот эффект. Очень важно расслабить вот прям полностью горло. и почувствуете, что он расширяется. Вы можете немножко подбородок подтянуть под себя. Да? И открыть горлышко. И делаем глубокий вдох. Ха-а-а-а. Через нос. И выдох. Ха-а-а-а-а-а-а-а. Отпускайте, долгий выдох. Долгий вдох. Долгий выдох. И продолжаем. Теперь, пожалуйста, подрите ручки вместе. И продолжаем дышать. Подрем ручки. Ручки наши – это наше соединение с нашей энергией. Сейчас почувствуйте свою энергию. Продолжаем дышать. И почувствуйте, как с каждым выдохом плечи отпускают все напряжение, челюстью расслабляются. Умнички. Растираем ручки, растираем, растираем энергию. Растираем, растираем хорошенечко. Теперь берем, ставим ручки на наши глазки. Закрываем глазки. Прям придавливаем на глазки. Продолжаем дышать. Делаем вдох через глазки. И выдыхаем через глазки. Держим, 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 держим ладошки на глазках. И продолжаем дышать. Вдох через глазки, через наш ментальный центр. И выдох через глазки. А теперь я вас прошу, пожалуйста, закатите глаза вот к заду головы, прям вот в темное пространство. Закатите глазки в темное пространство. И дышите глубоко-глубоко. Закройте глазки. Держите ручки на глазках. Просто закатите глазки вот прям назад к голове. В это темное, прекрасное пространство. Там, где наш высший разум. Освобождайте все ненужные мысли, всю ненужную информацию. Освобождайте себя от всех ненужных установок. С каждым вдохом и выдохом. Почувствуйте, как вы соединяетесь со своим высшим разумом. Глаза закачивая назад к голове. Продолжаем дышать. Выдох через рот. Девочки, пожалуйста, помогите себе. Попробуйте это. Выдыхаем через рот. Освобождаем. Освобождаем все ненужное. Освобождаем все, что нам больше не пригодится. Освобождаем энергию для нового, для чистого, для новых творений, для новой жизни. Теперь, пожалуйста, поставьте ладошки прямо на горлышко. Можно одно на сердце, одно на горлышко. И продолжайте дышать, открывать горло. Давайте будем дышать горлом. И снимаем все плоти с горла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, что нам уже не нужно. Все, что тут стоит и блокирует нас. Все, что не дает нам быть радостными. Все, что не дает нам счастья. Отпускаем через горло. И еще один глубокий раз. Вместе глубокий вдох. И открываем ротик и отпускаем. Теперь, пожалуйста, положите свои ручки. Если вы чувствуете, что они входили, немножко можно их согреть. Соченька согребенная. И положите ручки прямо на свою спинку, на свою плечи. Да, вот сюда. Вот на наши плечи сейчас столько всего взвалилось. Да, вот наше ощущение, наш ментал. Он понимает, что, Боже, как я завтра буду. Снимите всю эту тяжесть с ваших плеч. Снимите ее, отдайте, отпустите. Это не ваша женская задача сейчас думать про это. Это не ваша женская задача сейчас не предаться. Давайте мы подышим через этот центр и отпустим всю эту энергию. Не нужно. Делаем глубокий вдох. И мы чувствуем, как с нас выходит вся тяжесть. Вся тяжесть испаряется. Выходит с нашей спины, с наших плеч. Поднимается, как черный дым. Освобождая нас от всей времени этого времени. От всей боли, от всей ответственности. Я отпускаю. Я доверяю вселенной. Я доверяю себе. Я доверяю своему сердцу. Я отпускаю всю боль, всю тяжесть этого времени. Я знаю, что все происходит во благо мне. Девочки, продолжаем дышать. Я отпускаю все ненужное. Я отпускаю всю тяжесть своего тела. Я отпускаю всю эту ночь. Я доверяю себе. Я доверяю своему сердцу. Я доверяю вселенной. Я доверяю высшему плану. Отпускаем, опускаем. А теперь, пожалуйста, поставьте правую ладошку на сердце, левую на маточку. Давайте мы продышим в сердечный центр. Делаем глубокий вдох через сердце. Почувствуйте, как ваше сердце дышит. Представьте, что у сердца тут есть ротик. Делаем глубокий вдох и выдох. Послушайте, как ваше сердце звучит. Как каждый центр звучит, как каждый центр звучит по форму. Каждый центр есть свои звуки. Каждый центр есть свои боли. У каждого центра есть свои эмоции. Пожалуйста, продышитесь. делайте глубокий вдох через сердце и выдох долгий отпускаете отпускаете вы прям чувствуете когда вы вдыхаете как все тяжелое вся боль все уходит чувствуете это соединение собой а а а i'm letting go of everything that doesn't serve any more I'm letting go of all the pain, I'm letting go of all the sorrow, я все отпускаю, всю боль, всю тяжесть, все страхи. Everything that doesn't serve me anymore, I let go. Девочки любимые мои, соединитесь со своим сердцем, почувствуйте свое сердце, это вы, это ваша энергия, это ваше тело, это ваш сосуд. Подарите ему любовь, подарите ему свою доброту, соединитесь с ним, почувствуйте себя, пожалейте его, отпустите все, что приносит боль вашему сердцу. Отпустите все эти страхи, все эти эмоции, не нужно, отпустите их, не держитесь за ним. Сделайте свой выбор, сделайте выбор быть счастливой, сделайте выбор жить только в созидании, сделайте выбор жить только в самых чистых и высших вибрациях. Отпустите все, почувствуйте, как ваша грудная клетка раскрывается, открывается. Давайте теперь потрем ручки, сильно-сильно-сильно продолжаем дышать. Девочки, сейчас очень важный момент, мы сейчас будем работать с энергией страха, почками. Это эпицентр, где хранятся наши страхи. Так, ставим ручки на почки, прям вот поставьте прям ладошки, если можно прям притронуться к телу, голому, это будет прекрасно. Делаем глубокий вдох, и через выдох отпускаем всю-всю эту энергию страха. Почувствуйте, как ваш голос тут звучит, совсем по-другому, совсем по-иному. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А теперь, пожалуйста, сделайте звук. Это звук почек. Давайте поможем вам освободиться от этого ненужного кортизола, от этого ненужного адреналина, которым сейчас наполнен весь мир. Пожалуйста, сделайте глубокий вдох. И через почки выдыхаем со звуком О. Внимание на почках, ручки на почках, освобождаем себя, все свое тело от напряжения, от этих страхов, от этой боли, от этой всей манипуляции, от этой игры. Не играйте в эти игры, будьте выше этих игр. Разрешите себя, отпустите, дышите, дышите через почки, выдыхайте. Освобождайте свое тело от ненужного, от этой всей грязи, от этих всех блоков, от этой всей боли, от этих всех страхов. Расвобождайте себя. Расвобождайте себя. Девочки, у кого сейчас идет раздражение, у кого сейчас идет агрессия, пожалуйста, мы можем все это сделать, поставьте ручки на печень, с правой стороны на печень, две ручки. И давайте дышать через печень, давайте выбирать всю агрессию, все раздражение через нашу печень. Делаем глубокий вдох, выдыхаем, выдыхаем всю агрессию, все раздражение, все, что накопилось в нашей печени, выдыхаем, теперь добавьте звук щ-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Представьте, как печень скидывает всю агрессию, все, что накопилось, все блоки, все негодование, все вот это чувство заблокированности, вот это чувство безысходности выкидывает, а теперь глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, насколько ваше печень стало легко. Теперь, пожалуйста, давайте еще раз продолжаем дышать. Мы натрем наши ручки. Шейка сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-трек-трек-трек-трек-трек-трек-трек-трек-трек-трек-трек. Стоп! Ставь ручки на маточку. И дышим с самого нашего женского центра. Делаем глубокий вдох через матку. И выдохаем. И чувствуем, как наше тело расслабляется. Плечи расслабленные, челюсть расслабленная, голова расслабленная. Делаем вдох и выдох через матку. Выдохаем через матку. Все накопленное, все наши женские боли, болезни отпускаем. Делаем глубокий вдох и наполняем себя самой светлой, исцеляющей энергией. Представьте эту золотую, эту энергию, которая идет через ваши ручки, через ваши пальчики, наполняет вашу маточку. И когда вы выдыхаете, представьте, у маточки открывается рот, он выдыхает, серый дым, боль, всю тяжесть. Выдыхаете. А-а-а-а-а-а... А-а-а-а-а-а... А теперь мы вместе с вами будем сокращать мышцы нашей промежности, нашей интимной мышцы, фонтан нашей энергии, источник нашей энергии. Давайте сделаем глубокий вдох, на выдохе мы надуваем животик, вниз живота, маточку, да, вместе надули животик. И при выдохе сжимаем вагинку, анус и отпускаем. Глубокий вдох, животик наполняется и выдох, сокращаем интимные мышцы. Вдох, животик наполняется, выдох, сокращаем вагинку и анус. Расслабляем. Когда вы расслабляете, представьте, что вы расслабляете ваш цветочек, он тотально расслабляется, напускает все лепесточки. Глубокий вдох, надуваем животик. Выдох, выдох и сокращаем, выдох через рот и сокращаем вагинку, анус и тянем, тянем энергию вверх. Отпускаем. Глубокий вдох, наполняем животик воздухом. И выдох через рот, сжимаем вагинку, анус и тянем мышцы вверх. Плечи расслаблены, лицо расслаблено. И еще раз глубокий вдох, наполняем животик, маточку воздухом. И выдох, сжимаем вагинку, анус и тянем энергию вверх. Плечи расслаблены, тело расслаблено. Глазки закройте, погрузитесь в себя, вдох, животик наполняем. И выдох, выдыхаем, сжимаем мышцы. Вдох, животик наполняем. И выдох, сжимаем мышцы. А теперь я хочу, чтобы вы еще раз потерли ручки. Сделие прямой спинкой. Немножко растопырьте ножки. Представьте, что ваше ионе, ваш цветочек, раскрывается к матери земли. И что, когда вы делаете вдох, ваш цветочек раскрывается, открывается к матери земли. И впитывает, собирает всю энергию земли. Собирает ее в себя, впитывает наше женское тело этой энергией. Давайте попробуем. Раскрываем ее, не делаем вдох. И соединяемся с энергией земли. И втягиваем ее на выдохе, сжимаем мышцы, втягиваем эту энергию вверх. И расслабляем. Вдох. Поставьте, пожалуйста, ручку правую на центр сердца, левую на маточку. И почувствуйте, как вы наполняете свое тело вдох. Цветочек открывается, собирает эту божественную энергию, эту женскую энергию от матери земли. И выдох, сжимаем в один план, и все, втягиваем эту энергию внутрь себя, в свое тело, напитываем свое тело этой энергией. И еще раз делаем вдох. Открываем цветочек, напитываемся. И выдох, собираем эту энергию в себя, сокращаем наши мышцы. Лоски закрыты. Чувствуем себя, свое тело, свою энергию. Чувствуем свое сердце, как с каждым вдохом ваши пальчики поднимаются, чувствуем свою маточку, дышим, продолжаем дышать и напитываться, закройте глазки и скажите своему сердцу, я люблю тебя, мое сердце, я доверяю тебе, мое сердце. Я возвращаю себя, себе, мое сердце, я доверяю, отпуская себя, вселенный поток, этот великий вселенский поток, я люблю тебя, мое сердце, я доверяю тебе, мое сердце, я возвращаю саму себе, себе, я одна. С этим прекрасным, великим вселенским потоком, я соединена со своим потоком. Делаем глубокий вдох и выдох и открываем глазки. Кто чувствует ауру, свои вибрации вокруг своего тела, кто чувствует вот это заземление, укорение, кто чувствует вот эту спокойную силу, девочки, просто поставьте плюсики. Кто чувствует свои соединения со своим телом, кто чувствует вот это безумное, огромное доверие вселенной Богу себе, что у меня все будет хорошо. Кто чувствует свою правду, кто чувствует свою правду у себя. Движка. Продолжаем дышать, остаемся со своим телом. девочки я хочу вам еще показать одно дыхание сатай да очень древние очень важно дыхание следующий раз во время панических атак моменты тревоги моменты страхов они будут нахлынувать следующей неделе пару недель они не будут легкими пожалуйста для себя или запишите дыхание или запомните да как мы будем дышать смотрите это дыхание очень быстро его нужно делать хотя бы три минуточки в день она очень-очень успокаивает очень-очень балансирует то есть мы делаем так три вдоха через рот и через нос выдох давайте вместе поделаем хотя бы минуточку сделаем минуточку поставьте ручки в мудре до гиан мудре ставьте центр держим позвонок и делаем глубокий вдох выдох через нос и 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 Дышать, смотрите, чтобы энергия не уходила в плечи, в ментал, вы остаетесь заземлены, вы в своем центре, в своем центре соединенное. Продолжаем дышать. Продолжаем дышать. Продолжаем, давайте на такую потягушечку потрясем свое тело, наше любимое тело, Боже, как хорошо, когда мы с ним соединены, как хорошо, когда мы возвращаемся в наше тело, мы соединяемся с нашим потоком, с нашим Высшим Ян. Девочки, давайте теперь так, у нас еще немножко времени осталось на вопрос, но я хочу сделать с вами расписание. Что я сейчас делаю для того, чтобы поменять свою жизнь и выйти на тот уровень, на котором я мечтаю быть? Я хочу использовать это время максимально во влага себе. Я тебе тоже благодарна, дорогая. Я хочу сказать, что давайте, если вы выбираете для себя сейчас ту жизнь, о которой вы мечтаете, те вибрации высокие, о которых, знаете, в которых мы хотим быть и находиться, создавать и созидать, вы понимаете, и самый большой инвестмент в нашей жизни – это наши вибрации, потому что все, что мы вибрируем, то и мы привлекаем, что бы это ни было, какой бы успех, какого материального там блага мы не хотели, это все наши вибрации. То есть, если ваши вибрации, ваше поле вот такое, к вам войдет вот все, что вот этого размера, а то очень маленький размер, когда ваше поле огромное, в ваше поле входят большие возможности, большие ваши мечты, понимаете? Из-за этого очень важно расширить свое тело, очень важно расширить свои вибрации. Вот. Я вас попрошу, давайте так, кто хочет с нами быть в челлендже, челлендж со мной, он абсолютно бесплатный. Мы будем проводить вместе в месяц, но у вас должно быть четкое расписание, девочки. А расписание, которое вы должны простроить и которое вы не имеете права менять. То есть, у вас должен быть такой коммитмент... Коммитмент... Я заброшу. Мы немножко этот... Видишь, когда женщина расслаблена, у нее мозги выключены, и все, а мы ничего не помним, мы ни о чем не думаем. Все, мы все себе вы должны. Да, то есть, вы должны посвятить себя, вы должны пообещать себе, вы должны дать себе обещание. И каждый раз, когда вы будете, если ломать это обещание, вы будете себя наказывать. Вот. Мы можем создать с вами чат, если вам интересно, мы это будем обязательно вместе проделывать. Смотрите, у меня расписание, у меня начинается оно с 7 утра и заканчивается к 10 вечера. Остальное уже у меня бонус-тайм. Я стараюсь положиться пораньше. Я хочу, чтобы каждая из вас расписала каждое событие в течение дня, вот прям по расписанию, начиная с того момента, как вы просыпаетесь, спросите себя, что я давно хотела давно сделать. Например, я хотела давно начать делать массаж лица, то есть баночками массаж лица, там работать со своими мышцами лица. То есть я очень давно этим хотела заняться. Сейчас у меня есть вот именно время, и вот есть, в классе, какие-то такие интересные вещи, которые вы хотели попробовать. Например, есть зумба онлайн, по зумбу. Есть там разные тренировки, да. То есть если вы что-то хотели попробовать, есть очень много ютуб-тутериалов, есть очень много онлайн-семинаров, где вы что-то можете взять и интегрировать в свою такую обычную жизнь, да, чтобы поменять себя, что бы вы хотели. Во-первых, вы должны расписать себе список того, что вы давно хотели сделать. Написать картину, там, я не знаю, спеть какую-то песню, написать песню, там, научиться танцевать танго. Я не знаю, заняться своим телом, заняться своим очищением, да, что бы это ни было, девочки, вам нужно написать приоритеты. Вот лист приоритетов, чего я хочу за это время, за этот месяц получить, девочки. Это колоссальное время за месяц, у вас такие будут результаты. Я хочу, чтобы каждая из вас прописала все от А до Я целый свой день и каждые полчаса. И смотрите, например, сейчас нам многие звонят, у всех много времени. Вот если у вас во время йоги к вам кто-то приходит или говорит, давай поговорим, или давай кто-то звонит, вы не берете трубки, вы говорите человеку, позвони мне, вот у меня вот такое есть, как бы, такое окошко есть, там, с двух до четырех или с двух до трех, у меня есть окошко, перезвони мне, пожалуйста, в это время, я могу с тобой говорить. То есть вы не компромизируете себя, вы не компромизируете свои планы, вы не идете на компромисс для кого-то, чтобы забрать что-то у себя, понимаете? Если вы дали себе обещание, вы должны его держать сейчас. Девочки, это очень сильно культивирует любовь и ценность себя, как женщины. Вы себе не представляете, насколько то время, которое вы уделяете себе, насколько оно вам многое даст. Девочки, я никогда практически вот за последние, я не знаю, семь лет, я не делала волосы сама дома, чтобы я укладывала, у меня сейчас возможности нету, я научилась укладывать свои волосы. И вы знаете, я от этого получаю кайф. Я реально научилась, знаете, какие-то дела делать, которые я никогда бы, я пошла бы на сервис, а сейчас я научилась это сама делать, и я понимаю, чем больше я себя трогаю, чем больше я для себя делаю, тем больше я начинаю ценить и любить себя. То есть раньше было легко, ой, пошла сюда, заплатила, и тут получила это. А сейчас это мое время, это когда я вкладываю себя, я ухаживаю за собой. И вы знаете, вот что-то в моем поле меняется, и это очень приятно. На самом деле это офигенное такое чувство. Вот, так что, пожалуйста, пропишите себе то, что вы очень давно хотели сделать. Если вы, там, ломаете обещание, то есть у вас должно быть какое-то для себя наказание, то есть, да, что вы у себя забираете, или за каждый хороший прожитый день, что вы для себя даете. То есть обязательно вы можете завести себе дневник похвалы, да, мы это очень любим, когда девочки на семинар проходят, мы их забудем. И вы себя каждый хвалите, я сегодня молодец, я сделала это. Кстати, это дневник похвалы у очень многих успешных людей, прям успешных, целостных людей, у них он есть, и многими годами они его ведут. То есть за каждую маленькую победу вы себя хвалите. Вы себе говорите, какая я молодец, если вы не сделала это, я сегодня сделала это. Вот у вас должен быть красивый дневник похвалы. День рождения. У кого день рождения? Рождение у нас Карины. Карилочка, с днем рождения. Тем не менее, рождение, два часа с нами лучше. Ой, как приятно. Спасибо, спасибо тебе, что ты свой день рождения решила отпраздновать с нами, со мной, получить эти знания. Спасибо, благодарю тебя с чистого сердца. Девочки, так, возвращаемся к правилам. То есть если мы что-то пропустили, мы нагоняем на следующий день два раза то, что мы пропустили. То есть то, что мы пропустили, плюс вы в свое расписание должны расписать то, что вы пропустили, что вы успели догнать. Смотрите, очень многие из нас хотят прочитать определенные книги. Вот вы ставите определенное время, например, с трех до четырех я читаю книгу, или там с девяти, я не знаю, с одиннадцати до часу я работаю. То есть у вас должно быть такое расписание, обязательно. И, пожалуйста, не сбивайте вы, если вы хотите получить результаты. Если вы хотите иметь ту жизнь и сейчас подсоединиться к самым высшим вибрациям, поднять свои вибрации, получить ту жизнь, которую вы хотите, вы должны сейчас быть честной, преданной себе. То есть вы должны выбирать себя, кто бы там ни орал, кто бы там ни плакал. Закрываем дверь, мы будем эгоистичными мамочками, мы будем эгоистичными женами. Я самому любимому говорю, любимый, вот если ты проснулся там до девяти, я тебе приготовлю завтрак. Но если ты проснулся там с девяти до десяти тридцати, у меня эго, извини, ну никак. Будешь готовить завтрак сам. То есть как бы я тебя не любила, извини, вот у меня есть свое расписание, у меня есть свои какие-то важные дела, которые важны для меня. То же самое дочке, я закрываюсь, как бы она ни стучала, чего бы она ни хотела, нет. Все это мое время, это мои границы, это мое пространство. И я сделаю так, чтобы мое пространство уважалось и ценилось. Если они не ценят мое пространство, я не ценю их пространство. То есть получается так, что насколько я ценю, люблю себя, настолько и они будут позволять себя любить и ценить меня. То есть если я не ценю свое время и свои какие-то commitments, они не будут это ценить. То есть вначале люди будут как-то ломать ваши границы, будут как-то вас тестировать, но вы стоите на своем, нет и все, ну, с любовью, вот прям с добротой говорите, я тебя очень люблю, но для меня это время важно. Я дочке говорю, доча, ты хочешь добрую мамочку или Малефисента хочешь? Ну, я так называю себя. И она говорит, нет, мама, не надо Малефисенту, говорит, когда у тебя Малефисента включается, у меня такое ощущение, что земля трясется, понимаешь? Я говорю, доченька, вот не хочешь, чтобы земля тряслась? Давай так, я вот сейчас делаю свои дела, а потом я буду твоя. Все, она поняла, она услышала, душно, моя любимая, говорю, любимая, говорю, ты хочешь у меня хорошенькую, сладкую зайку или ты хочешь, чтобы я включила вот эту бич, знаешь? Он такой, не, 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 иди, занимайся своими делами, делай то, что тебе надо, только, пожалуйста, ну, меня не надо трясти. Вот. И когда все понимают, что вот, пожалуйста, выбирайте, вы меня такую хотите или такую? Если вот такую, то вы мне должны дать возможность заняться собой, дать себе ту любовь, ту внимание, ту энергию, которая нужна сегодня мне. То есть, девочки, вот сейчас идет возвращение женской энергии, соединяйтесь, делайте все возможные практики, качайте мышцы, у нас будет марафон, кто у нас прошел там бумбилдинг, и первый, и второй уровень, мы будем делать марафон, мы будем прокачивать вас каждый день. По 15 минут в день, это вообще ни о чем, но это очень быстро, присоединяйтесь, кто захочет, можно в холостую качать с нами мышцы, девочки, это настолько изменит ваше состояние, вы себе не представляете, вместе подышим, поработаем. То есть, уделяйте время себе дыхательной практике, йогу, стретч, у нас еще будет, так, по расписанию молитв, можешь рассказать, пожалуйста, девочкам, что у нас будет? Мы сейчас вам расскажем, что мы с вами готовим, мы с Академией готовим для вас крутой проект. Сейчас мы очень хотим соединиться с каждой женщиной со всего мира, да, и мы хотим сделать что-то во благо нашей сегодня Вселенной. И мы придумали такой проект, что 5 раз в неделю у нас будут разные классы, возможность через Zoom будет присоединиться и участвовать в этих классах. Цена будет символическая, 5 долларов за класс, это чисто для обмена энергии. Вот, у нас по понедельникам, средам, пятницам 8 утра Дарья с растяжечкой, то есть мы будем вместе растягиваться, девочки, по Zoom, это будет очень круто, мы можем друг друга видеть, мы можем вместе, как бы, знаете, все это делать, ну, как бы, нашим прекрасным обществом. Юля, у нас есть очень крутой фитнес-тренер, которая будет учить нас дома, как заниматься, оставаться в форме и накачивать те нужные части нашего тела во время этого месяца. Юля у нас вторник, четверг, 8 утра, и Юля и Даша по 45 минут, девочки. У нас будет прекрасный нумеролог Ирина в этот понедельник, она нам расскажет про нумерологию, очень интересный специалист, она у нас в 11 утра. Так, у нас 8 утра по Лос-Анджелу, 6 вечера по Москве. Да, девочки, 6 вечера по Москве, у нас 10 часов разница. Выложим расписание. Да, Малика все выложит, девочки, у нас на страничке Академии, у меня на страничке, мы все это выложим. Во вторник у нас будет Олег, она у нас нутрицолог, она будет по питанию, по питанию, она будет рассказывать, ну, она просто кладет знания, она очень много будет рассказывать, что сейчас делать с иммунитетом, как поддерживать себя питанием, и плюс, это у нас вторник, в 11 утра по Лос-Анджелесу, 1 час 9 вечера по Москве. Потом у нас будет моя любимая Даночка, моя сладкая, это моя богиня любимая, она нас будет учить краситься, это наш супер-визажист в Лос-Анджелесе, она будет нас учить дома краситься. Девочки, кто хочет, я хочу научиться еще лучше краситься. Вот мы можем присоединиться, все на зуме, Даночка нам будет делать туториус. Это у нас на протяжении трех недель, каждый учитель будет выходить раз в неделю, кроме Даши и Юли, они у нас по утрам будут практически каждый день пять раз в неделю. Вот, потом у нас будет четверг Ширин, моя подружка, прекрасный hair stylist, она у нас стилист по волосам, она нам будет показывать разные стили, как это, hair styling, как можно укладывать свои волосы, как можно ухаживать за своими волосами, она тоже в 11 утра, это займет у нее 30-45 минут. Так, я, девочки, буду с вами каждую пятницу, День Венеры, День Женщины, мы с вами будем прокачивать наши интимные мышцы, мы будем делать разные с вами практики, я вам буду давать очень крутые техники, так что присоединяйтесь в пятницу на 1 час с 11 до 12 по Лос-Анджелесу с 9 по 10 часам по Москве, так что вот это у нас расписание, маленько у нас все поставлено. Да, Радочка, да, мы сделаем телеграм-канал сегодня, я всем разошлю, кто записался на этот вебинар, я пошлю по имейлу, все добавим все, чтобы мы уже как бы, да, напоминаем друг друга. Да. Да, 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 будет. И теперь, пожалуйста, я уже все объявила, я уже сказала, девочки, работаем ментальный, эмоциональный, физический уровень, делаем все для повышения энергии, повышения наших вибраций, делаем наше расписание на целый месяц, то есть каждый день, вот вы с вечера можете на следующий день делать или на неделю вот набросайте, а потом туда уже наполните. Делаем практику дыхания, обязательно, девочки, помним, делаем что-то для тела, что-то для эмоций, что-то для ментала, то есть вы сами уже распределите, что вы бы хотели попробовать и сделать. И обязательно, девочки, вытаскивайте со своего сундука те ваши мечты, желания, которые вы давно хотели, что-то попробовать сделать, будьте открытыми. Девочки, еще одно, пожалуйста, не растрачивайтесь, не растрачивайтесь на людей. Сколько людей, вот сколько из вас вы поняли, насколько вы отдавались людям? Вот есть такие, которые поняли, что насколько я общалась с другими людьми, насколько я раздавала себя другим людям, и для себя меня почти практически не оставалось, то есть насколько я раздавала свою энергию. Есть среди нас такие, вот у кого сейчас осознание происходит, что вау, сколько времени для себя освободилось, вау, я поняла, насколько я по себе и сосковалась, я поняла, насколько это круто сейчас. Вот Эльмира пишет, да, 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 осознала. То есть вот напишите, девочки, кто осознали, это очень такой важный момент, вот и для меня лично, знаете, потому что я понимаю, насколько я сейчас переосмысливаю свой круг общения, насколько я понимаю, что вот тут мне хорошо, вот тут я теряла энергию, вот тут я набирала энергию, понимаете? Так что, пожалуйста, вот следите за этим моментом, то есть отказывайтесь. Все, что не во благо, все, что не взращивает меня, все, что не делает лучше меня, я этого отказываюсь иметь в моей жизни, все, девочки, то есть мы оставляем все старое в старом, мы дадим этим старым вибрациям трансформироваться во что-то новое, для этого нам нужно место, для этого нам нужна определенная емкость, где мы это все сможем с вами воплотить. Девочки, теперь давайте пишем быстренько наш вопрос, у нас уже два часа с вами прошло, да, было дело, но любить себя намного круче и прекраснее, 100% Лола. Так, и я, Маляка, как поднять, чтобы сильно не поднималась? Олеська, да, и я, я тоже поняла, что мама себе уделяла внимания, правильно. Девочки, сейчас такое крутое время масочки делать, вот эти антицеллюлитные эти все массажики. Екатерина, дорогая, пожалуйста, я очень рада тебя видеть, прям вообще. Так, благодарю, а нет, случайно тебя телеграмм сделаем, классно. А что у нас там вышло? Эльмирочка, спасибо большое, что присоединились. Я пришла к этому, Илья, несколько лет назад. Да, я очень рада, что вот у меня тоже такое осознание, уже несколько лет я понимаю, я думаю, вау. Знаешь, кажется, ну сейчас быстро с подружкой поговорю, ну сейчас быстро на кофе схожу и уже, ты смотришь, уже половина дня куда-то ушло, а ты как бы вообще, ну как бы, ну для себя очень мало что сделала. Девочки, вы понимаете, что когда мы поднимем свои вибрации, мы будем с нашими единомышленниками, единомышленницами, когда они будут рядом с нами, мы будем совершенно на другом уровне общаться. Это будет такое качественное общение, которое будет наполнять у нас, будет равноценный обмен между друг другом. То есть у нас не будет там, знаешь, плюс-минус. Мы все будем в плюс, мы все будем расти, становиться лучше. Хотим, дорогая, спасибо тебе. Раньше обо всем этом особо не задумывалась. Сейчас пора взять. Да, сейчас, дорогая, пора. Вот сейчас у нас есть золотое время. Девочки, ну реально для нас землю остановили. Так что давайте мы это будем использовать. Леночка, Елена, спасибо большое. Тоже жду наших следующих встреч. Мы будем с вами делать такие вебинары. Энергия, ну, туда уходит порой. Нужно снова направить поток. Да, Лина, обязательно. То есть наша задача — войти в свой поток. Как только мы выходим со своего потока, у нас в жизни все идет как бы кувырком. У нас происходят какие-то события, которые говорят, очнись, посмотри. То есть вот это даже сейчас, как бы такое ощущение хаоса, когда все рушится. Это для нас всех проснуться. Девочки, сейчас, кстати, астрологически сейчас просто безумное время, когда Плутон соединяется с Юпитером. Это самые сильнейшие планеты Плутона. Это планета мощи. Это вот все, что вы давно задумывали, да. Я могу астрологу крутого скинуть, который по Инстаграм, девочки, напишите. Она прям очень круто про это пишет. И Юпитер, планеты удачи, они сейчас вот в унисон будут работать чуть ли не весь апрель. Так что, девочки, у нас есть такое колоссальное время изменить нашу жизнь. То есть у нас, нам даже планеты помогают, понимаете, нам Вселенная все делает. Вот, люди, держите, берите, возьмите эту возможность, используйте. Да, астролога скинем. Мы в эту группу, да, нашу скинем. Я марафон отмылла мне по уходу лицом, и тело давно хотела. Вот, Анечка, вот как раз. Это же просто идеальное время. И есть время это все поделать. И у нас вот просто настолько эта жизнь поменяет. Вы увидите, после медитации стало так жарко. Да, после медитации становится жарко. Почему? Потому что наш центр женский, он очень жаркий. В нем очень там бурлит эта сексуальная энергия, там бурлит эта женская энергия. Когда мы эту энергию берем и распускаем тело, да, через практики дыхания, что происходит, наше тело напитывается. И вы, наверное, чувствуете, что у вас сейчас вот идет такой, знаете, поток энергии, поток вот жизненной энергии. Вы чувствуете, что ваше тело нигде не болит, нигде нету вот жатости. Вот оно открыто. То есть наша задача каждый день проживать нашу жизнь вот в таком состоянии. Девочки, буквально 10 минут дыхания в день. Буквально подышите центром сердечным, маточкой. Подышите горлышком, подышите глазками. Просто вот разрешите себе это, поделайте. Это очень... Малик, у нас вебинар сохранится? Малик сохранит вебинар, она потом зальет, вы можете заходить его смотреть, если что, и делать практику. Данночка, моя любимая, спасибо тебе. До следующих встреч, любимая моя. А как записаться на челлендж? Отличная идея. Мы создадим... Все, кто хотят участвовать на челлендже, пишите. Куда, Малик? Сюда после пишут? Я не пришлю этот ченнел, я все... То есть ты, Малик, всем пришлю этот ченнел, и вы можете просто присоединиться в этот ченнел, и мы вам туда все скинем, всех профессионалов, все наше расписание, все, что мы будем делать. Я буду с вами делиться, вы будете делиться, мы будем делиться, что мы делаем, мы будем делиться... Девочки, я попробовала это, я сделала это, там, я не знаю, я осознала то-то, понимаете? Давайте, давайте, мы будем общаться, давайте мы друг друга сейчас поддержим максимально. Запись будет. Я вам тоже очень благодарна, девочки. Спасибо, Хадима, Алика, за объединение всех девочек. Аленочка, мы по тебе так соскучились. Да, я понимаю, у тебя трое малышек, но присоединяйся на новом билдинге, знаю, что ты хотела, мы сейчас будем делать марафон. Запись будет с сегодняшнего эфира, я за любой челлендж, я живу имя, Анечка. Про Акшая, третье, будет интересно послушать, подготовиться, это будет ваша... Да, девочки, кстати, еще очень важный такой момент, 5 апреля будет вселенская медитация, это будет очень мощный, малыш, ты очень дяденький, это будет очень мощная медитация по всему миру, люди будут медитировать, так что мы тоже можем присоединиться, я вам линк в телеграм скину, я буду участвовать, я со всей планетой, я буду частичкой тоже помогать этому прекрасному свету выходить на другой уровень, так что, девочки, я приглашаю каждую из вас присоединиться и сделать этот мир лучше. Знаете, мы все, мне кажется, в глубине души где-то мечтаем, я так хочу изменить эту планету, я хочу внести что-то от себя, какой-то вклад в эту землю. Вот у нас сейчас есть прекрасная возможность, когда нас услышат. Каждая из нас будет услышана сейчас, и каждая молитва, каждая медитация, она настолько поможет. спасибо, девочки. Ирина Николаевна, спасибо большое, любимая, прекрасная девушка, девушки, благодарю вас за всех, энергия и мира, спасибо вам. Оля, Эли, Шаночка, благодарю, пожалуйста, девочки. Ага, спасибо, Рада, спасибо большое. Раноша, тебе спасибо, тебе всегда столько позитива, я бы всем занялась, конечно, все время. Девочки, кто работает, просто делайте расписание, пожалуйста. Я знаю, что рабочие девочки тоже из дома работаете, но все это возможно, представляете, у вас есть возможность работать с дома, и это намного лучше, чем работать с офисом, мне кажется. Спасибо, Расимочка, я очень хочу, Натусечка, мы тебя ждем, моя хорошая. А во сколько вселенская медитация? Давайте мы сейчас посмотрим. Девочки, я сейчас посмотрю, и я вам скажу. У нас тут мы должны вам линк скинуть, потому что это астролог, которая... Так, сейчас я вам скажу. Кстати, если вы сейчас на связи, я вам сейчас скажу, куда зайти. Ее зовут астролог Анисимова. Посмотрите, я не знаю, если видно. Сори мне телефон болото. Ой. Астролог. Underscore Анисимова. Моя липия скинч, да, я ее, пожалуйста. И смотрите, у нее тут последний пост написано. 5 апреля, мировая медитация. Кстати, я это очень много где еще читала. И она тут, по-моему, дает линк, если вы ей напишите. Вот. Она может дать линк, или мы можем взять линк и прислать вам его тоже, как вариант. Астролог Анисимова. Она очень интересно пишет, кстати, вот про это время. Юпитер с Плутоном. Это, ну, это очень действительно сильная планета, так что обязательно посмотрите. Девочки, я вас всех целую. Спасибо каждой из вас. Каждой из вас, что вы присоединились. И я настолько чувствую, каждый из вас, я настолько, вот у меня такое огромное чувство любви, каждой из вас, благодарности. Мы еще с вами будем часто встречаться, будем делать с вами разные интересные практики. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Я вас отпускаю с Богом в самый лучший путь, в самую вашу лучшую жизнь. Выбор за вами. Я надеюсь, что вы сделаете самый прекрасный, осознанный выбор. Мы вас любим. Мы всегда с вами. Всего вам хорошего. Пока-пока.